так всем привет сейчас покажу вам как прокачать торговлю в пассивном режиме в принципе не прикладывать сильно много усилий но он достаточно эффективно пока занимаетесь своими делами так во первых нам надо будет взять узел с ясенем в холме их вас и добывать древесину ну задом сок ясеня дальше можно будет если не хватать этого ясеня можно взять еще на волчьих угодьях а волчий холм древесина ясеня но она там чистая добывается поэтому не имеет смысла но ясень можно заменить еще древесиной клена на северной равнине середины и если вы добываете на истоках медвежьей реки руду оловянную но и желательно конечно добывать потому что здесь пыль притяжения достаточно редкая пыль необходимая в очень полезных крафтах вот дальше мы покупаем в тех городах где вы базируетесь побольше вот таких вот домиков лесопилок чем больше тем лучше это у меня допустим хидели 3 1 в гляши это вот для пакетов из ясеня они достаточно дешевые 10 древесины даже не надо перекачивать вот такая древесина уходит просто древесина ясеня и вот один порошок черного камня получаются такие пакеты ящик с древесиной ясеня вот а в кальфионе добываем оловянную руду и делаем также плавили делаем но такие пакеты ящик с оловянной рудой что желательно для того чтобы побольше их делалось одним рабом это нужен нам вот такой вот раб он у меня конечно еще не кританул но раб нам нужен вот с таким умением упаковщик руды б-ранга при упаковке руды плюс один повтор желательно конечно чтобы там было не плюс один повтор а плюс три повтора вот там где вы делаете древесину там нужен повтор на древесину тоже желательно три повтора но если есть один повтор то ничего страшного тоже неплохо можно и без повторов они кровтятся если я не ошибаюсь пять минут один пакет так что делаем потом здесь я уже немного перекинул лошадь чтобы перевести все пакеты нам надо положить в себя максимальное количество которое может делать персонаж потом достать из лошади опять же в себя потом опять положить в лошадь все пакеты потом опять в себя перекладываем из лошади тоже в себя и опять ложим в лошадь и повторяем это до тех пор пока здесь пакета не кончится почему сделать желательно так потому что если вы просто попытаетесь взять и положить в лошадь там скажем так восемьдесят восемь пакета со склада они со своего инвентаря то у вас ничего не получится поэтому ложим из своего инвентаря все пакеты перекладываем из склада в себя сколько можем взять потом из лошади в себя они стакаются в один стак и этот стак перекидываем 5 лошадь и так до тех пор пока у вас на складе не кончатся пакеты все пакета готова ввести в принципе можно не заморачиваться на максимальную дальнюю точку какую хотите отвезти туда и визите можно было бы сейчас отвезти вальтиновую но у меня здесь два узла отключена поэтому не хочу туда везти я повезу их в кальфион как раз кальфионе возьму там немножко докрафтились у меня пакеты а с соловьяной рудой я их возьму и добью этот лоу так ну и во время перевозки самое главное следить за своим конем потому что по пути могут напасть бандиты бандиты слабенькие но к примеру мою лошадь могут очень легко разобрать выпадут пакеты очень печально будет еще маленький нюанс как понять что на вас по пути могут напасть на карте будет вот такая рожица это означает что вот в этой области на дороге есть бандиты которые могут пасть на вас во время перевозки пакетов принципе когда прокладываете путь посмотрели что там по пути и к этому времени готовьтесь чтобы на вас нападут так теперь что нам понадобится для того чтобы немного лишних процентов получить это особо одежда торговца чем лучше . тем соответственно больше процентов будет дальше чаек на опыт дальше химка на опыт также можно еще за милю купить свиток на ремесленный опыт за 150 миль его заюзать так ну в принципе вот такой маленький наборчик для того чтобы немножко запустить прокачку так вот у нас 3700 сейчас пакетов из ясеня эксперт десятые шесть процентов продаем пакета через торг немножко выиграть на процентов наступить процентов ну ладно больше 400 если не ошибаюсь за раз лучше не продавать потому что выкинет из игры поэтому я продаю по 200 пакетов и так клиент очень начинает сильно влагать поэтому свыше 200 я не продаю скакать по каналам искать проценты тоже можно чтобы немножко денежка побольше было но честно просто лень потому что 3000 пакетов это процент вот этот слетит очень быстро кажется за первые 100 пакетов и каждые 100 пакетов владе такого дешевого пакета менять канал и тратить время ну на любителя ну нет мне так не хочется делать просто пока кальфионе бегу пробегу три торговца и все им не хватит так чума продали 700 пакетов получили уже 16 процентов торговли так это я дошел просто до другого нпс но тоже на кальфион скин так это я дошел просто до другого нпс но тоже на кальфион скин земле в самом городе уже пока я там вылетал 100 канала при продаже решил убежать чуть чуть подальше от кальфиона что-то там даже 200 пакетов продажи все равно при продаже все равно вылетел попробуем в тренде продать так опять играем в игру совсем забыл 37 процентов у меня там докачалось сейчас по 100 пакетов продавать забыл совсем совсем забыл химка нужна еще без химки никак это тот самый момент когда необходимо тяжелое оружие чтобы победить врага в игру я думаю ничего здесь сложного нигде кого нету так вот это перебираю конечно надо поднять в игре я думаю ничего сложного здесь нету если весы сильно перевешивают мы спорим если мало мы беседуем продолжаем продавать самое главное не вылететь опять так продаю остатки пакетов и смотрю что получилось получил я уже мастера торговли вот и выходит что за 3 700 пакета из ясеня я прокачал целый левел от эксперта 10 до мастера первого вполне себе такое неплохое занятие потому что в принципе все время которое вы тратите это только чтобы довести пакеты из города которого вы крафтите до желательно конечно подальше отвозить как это вообще работает к примеру вы крафтите в хидели естественно рабы которые у вас хидели крафтят пакет начинает привязываться к этому городу то есть непосредственно от хидель даже тот момент что у меня находится одна из лесопилок в гляши в ней все равно работает раб из хиделя и этот пакет также привязывается именно городу хидель то есть именно все в один стак складываются и все привязаны к одному городу если продавать здесь же в город там никакой накрутки на дальность нету что это не работает поэтому желательно увозить как можно дальше денежки будет побольше на количество получаемого опыта дальность я не обратил внимание чтобы как-то работало потому что даже если ты продаешь пакеты по 150 тысяч которые стоят процент идет все также от количества пакетов они от их качества поэтому можно крафтить самые дешевые и продавать в остальном вот как я говорил ясень там клен олово это конечно не единственные пакеты которые можно крафтить вообще крафтите те пакеты которых у вас большое количество ресурсов которые вы не используете вот для меня еще есть вариант это свинец его тоже не использую остальная руда у меня отлетает древесина у меня тоже все отлетает вот кроме клёна и ясень это в принципе для меня именно бесполезные ресурсы и я их перевожу просто в пакеты для прокачки торговли в целом в принципе я думал дальше уже рассказывать нечего добывайте ресурсы рабами рабами же крафтите единственное что могу посоветовать это наверное заниматься этим в кальфионе по той причине что здесь если вы обратите внимание нажимаем лесопилка их просто много и если мы нажмем также плавильню их здесь тоже очень большое количество то есть в принципе нужны только рабы 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 но если вы хотите это по-быстрому сделать просто покупайте здесь много бараков покупайте рабов неважно каких неважно левел грейд или еще что то ну не ниже синего конечно зеленые не стоит брать но не ниже синего и делайте массовое производство этих пакетов в день я думаю несколько тысяч они вам будут приносить пакетов за неделю накопите там тысяч десять и пойдете отвезете левела два-три точно получите ну вот и все пользуйтесь подписывайтесь ставьте лайки всем удачного фарма